Этот выпуск вышел при поддержке наших замечательных зрителей. Поддержи наш независимый новостной канал прямо сейчас, ссылка в описании. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. И начну я сегодня с очень спорного приказа Министерства здравоохранения Саратовской области, который обязывает врачей сообщать в полицию о девственности пациенток. По приказу врачи должны будут докладывать в органы внутренних дел о беременностях или их прерывании, а также о нарушениях целостности девственной плевы или заболеваниях, передающихся половым путем у девушек младше 16 лет. Это должно помочь бороться с преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. По-моему, в самой постановке вопроса уже косяк. Разве разглашение таких вещей не нарушает половой свободы подростков? С 15 лет человек принимает решение о своем здоровье сам, и врач не может без его согласия информировать кого бы то ни было о состоянии его здоровья, если только пациент не пострадал от каких-то противозаконных действий, ну или еще в нескольких случаях. Что еще не так с этим приказом? Тема секса в юном возрасте в принципе очень деликатная. Если некоторые молодые люди боятся идти к врачу, чтобы мамка не узнала, то распространение такой информации среди полицейских вообще отвернет молодежь от врачей в этой области. Мало того, что многие молодые люди весьма поверенно знают о своей физиологии, так теперь еще и будут сидеть с проблемой ниже травы и тиши воды из-за боязни разглашения. Да и осуждение или обсуждение посторонними это не то, чего хочет подросток от приема у врача. Я не помню, возможно я уже эту тему поднимала в прошлом году, но насколько я помню, врачи тоже не шибко приветствуют такие нововведения. Многие проблемы может предупредить качественное образование и знание о человеческом организме, а не умалчивание полуправды и запреты, которые не работают. А как по-вашему, во что все это вылится? А спонсор этого выпуска – моя страничка во Вконтакте. Если интересно, подписывайтесь, а я заодно сегодня проставлю 15 людям лайк на аватарку. Палеонтологи из Манчестерского университета доказали, что людям не удастся воссоздать динозавров с помощью методов биотехнологии, потому что древние биополимеры, в том числе белки, не могут содержаться в окаменелостях, возраст которых составляет десятки миллионов лет. Ученые проанализировали следы коллагена в останках тираннозавра, и результаты показали, что материал соответствует коллагену, выделенному из костей страусов, который используется в других исследованиях. Это подтверждает точку зрения многих ученых о том, что белок, найденный в костях древних ящеров – это на самом деле результат загрязнения проб. Исследование проводилось, чтобы ответить на вопрос – «Возможен ли когда-нибудь настоящий парк юрского периода?» Серьезно, а как же капля крови в комаре, застывшем в смоле? Там-то он не каменеет! Мы же все это видели в киношках, а? Расскажите мне в комментариях, почему с комаром тоже не прокатят, а пока все останки динозавров – это просто камни. И вот из камней можно, например, сложить пирамидку, как это сделал вот этот роборука-манипулятор, собранный инженерами швейцарской высшей технической школы Цюриха. Система самостоятельно оценивает размеры и конфигурацию каждого нового блока, находит центры тяжести и рассчитывает наиболее устойчивую конструкцию. Разработчики надеются научить робота строить более сложные конструкции, постепенно увеличивая самого робота и размеры блоков, чтобы использовать его для возведения реальных зданий. А кинокомпания «20-й век Фокус» выпустила первый трейлер фильма «Убийство в Восточном Экспрессе» по одноименному роману Агаты Кристи, и похоже, что он будет выдержан в лучших традициях подобного детектива. Якобы улики разбросаны по всему фильму, и, как и в книгах Кристи, надо выбрать одного из людей в закрытом пространстве, кто мог бы совершить убийство. Фильм выйдет в ноябре, так что надо успеть прочитать книгу прежде. Но и напоследок кто-то знает, кто-то нет. Бренд натуральной косметики «Лаж», созданный в Великобритании. Продукция компании создается вручную из натуральных компонентов и не тестируется на животных и все такое, и компания в целом позиционирует себя как обеспокоена окружающей средой. Упаковки продукции изготавливают из переработанного пластика, а покупатели стимулируют задуматься об этой проблеме разными акциями. Например, обменять несколько пустых упаковок на одну полную продукцию. Но пару лет назад компания решила добавить обнаженки в свою рекламу. Чуете? В США сотрудники магазинов «Лаж» вышли на работу голыми, прикрыв себя лишь стандартным фартуком, элементом формы. Это была акция, чтобы привлечь людей к продукции компании, продаваемой без упаковки. «Лаж» уверяет, что все участники акции разделись добровольно. Это не первая такая акция. В 2015 году в Австралии компания запустила рекламу с голыми плюс-сайз-моделями, прикрывающимися кусочками мыла. Это должно было убить двух модных зайцев, и прорекламировать продукцию без упаковки, и призвать любить свое тело таким, какое оно есть, что очень популярно в последнее время. Австралийцам не понравилось. Люди жаловались на рекламу, называя ее порнографической и абсолютно неуместной в общественных местах, где ее могут увидеть дети. Ну, а я вот не могу так сказать, как бы я к такому отнеслась. Одно дело о таком читать, может, и забавно. А вот забеги, я в магазин, а там голая жопа продавца, это может оказаться too much. И ты такой, ой, куда глаза одевать? Ну, а вы, ребята и девчата, подписывайтесь на Неновости, ставьте лайк этому выпуску, если он вам понравился. А я хочу поблагодарить всех тех замечательных людей, которые поддерживают проект Неновости на n.support.слышни новости. Спасибо вам. С вами была Елена Рассохина. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok